Всем привет! Обещанного три года ждут и в конце лета, наконец-то я добралась до своего YouTube-канала, я долго отдыхала, а теперь начинаю работать. Я решила завести рубрику обещанную, где я буду отвечать на ваши вопросы. Я часто веду прямые эфиры в Instagram, но, как вы все знаете, теперь стало сложно попадать в Instagram, надо подключать VPN. И в Instagram мне не нравятся прямые эфиры тем, что даже если я сохраню, их сложно просматривать, их нельзя перемотать, их нельзя ускорить. А в YouTube это очень просто сделать и качество здесь гораздо лучше, поэтому видео будут выходить еженедельно. Если все пойдет как по маслу, и вам понравится, и мне понравится обратная связь от вас, то я даже пару раз в неделю буду снимать такие видео. Вопросы для видео я беру в нашем Telegram-канале, ссылка на него будет в описании к этому видео. Подписывайтесь обязательно, задавайте вопросы, присылайте фотографии, и я буду максимально подробно, с удовольствием на ваши вопросы отвечать. Итак, поехали. Первый вопрос. Здравствуйте всем, очень нужен совет. Губы с ангиомами, я в большом сомнении, можно ли делать перманент. Я сталкивалась с такими губами, очень много было ангиом, и я отправила клиента к дерматологу, отослала фотографии своему косметологу, и они в один голос мне сказали, что нет, не стоит делать перманентный макияж, травмировать ангиомы иглой, а нужно удалить их у косметолога. Это довольно простая процедура, она делается не в жаркое лето, когда чревата гиперпигментация и вообще всё, что вот с лазером связано. Осенью вы можете отправить своего клиента к косметологу, после удаления, после заживления, возможно, останутся депигментированные места, но по ним работать мастеру вообще не проблема. Мы, если будут ярко выраженные светлые участки, вы можете выбранным цветом поработать по ним, а потом уже равномерно прокрасить все губы. Пигмент, наверное, должен быть кроющим, как вы понимаете, потому что если пустые участки или какие-то сложные исправления, чем более кроющий пигмент, тем быстрее вы поработаете и, возможно, же не будет нужна коррекция. Техника, это, скорее всего, будет помадный прокрас, но это, конечно, зависит от количества ангиом, качества губ и цвета губ, но если вам нужен помадный прокрас, то как раз сейчас у нас вышла лимитированная, кстати, линейка очень ярких, очень кроющих губных пигментов. Но чтобы вы не пугались вот этого слова очень ярких, параллельно вместе с яркими губными пигментами мы выпустили нюдовую линейку цветов, которые можно также использовать на губах, можно использовать для коррекции ореол, например, у клиентов после операции и можно использовать для камуфляжа каких-то рубцов на лице и на теле. И эти же пигменты вы можете смешивать с губными цветами. Получаются потрясающе совершенно такие красивые натуральные цвета, но не теряющие своих кроющих качеств, потому что не всем клиентам нужно иметь всегда на лице вот этот боевой раскрас, какие-то супер малиновые губы и жить с ними постоянно не всем комфортно. Поэтому если вам нужен цвет, который будет выглядеть очень натурально, но краска должна быть очень кроющей, вы можете смешивать наши очень яркие цвета с телесными оттенками. Получаются совершенно невероятные цвета, очень красивые, очень натуральные. Мне рекомендую смешивать с белым, чтобы высветлить, потому что обычно, когда вы смешиваете, мне художники меня, наверное, не поймут, я как художник понимаю, что когда ты смешиваешь какой-то насыщенный яркий цвет с белым, он становится таким еще каким-то более вырвиглаз ярким и в то же время белесым. Поэтому я рекомендую смешивать не с белым, а с вот этими телесными цветами. И вот здесь вот везде вокруг меня появятся сейчас картинки с цветами, которые можно создать и сделать их очень натуральными, но без потери кроющих качеств. Поэтому также в описании к этому видео будет ссылка, переходите в наш магазин, смотрите новые цвета, покупайте, пробуйте, присылайте свои работы, я буду рада их прокомментировать, так как теперь я буду постоянно это делать, почти ежедневно. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, нужно обновить синюю стрелку, можно ли черный затеплить шатеном? Ну, теоретически можно, если вы поработаете поверхностно такими цветами, как шатен, он выступает очень часто как корректор на бровях на серых, на таких серо-фиолетовых или рыжим корректором нашим, или красно-коричневым. Не, ну, может получиться фиолетовый оттенок. Получается, что рыжий, шатен, какие-то вот такие насыщенные оранжевые цвета, потому что, как мы все помним из круга Итана или из краски акварельной вы наверняка мешали, чтобы получить коричневый цвет, синий плюс желтый плюс красный получается коричневый. Второй вариант, это, конечно, черный плюс желтый плюс красный, но это не наш случай, у нас уже есть исходный синий цвет на веках. Получается, нам нужно поверху пройти оранжем. Но если вы поработаете глубоко, то вот эти все оттенки оранжевые, они тоже могут дать фиолетовизну. Поэтому при условии поверхностной работы цвет заживет коричневым. И потом уже, через месяц, вы можете перекрыть эту стрелку черным еще более поверхностно. Она никогда не будет такой угольно-черной, как могла бы быть на чистой коже, но это будет гораздо лучше, чем синий оттенок. Поэтому, да, можно попробовать работать шатеном, можно нашим рыжим корректором. И вы должны понимать, что вы будете первым этапом выводить в коричневый цвет, а затем уже пытаться перекрыть черным. Если у вас очень легкая рука и этот синий цвет очень старый и его мало в коже, то вы можете, в принципе, даже сразу поработать черным плотно, поверхностно и стрелка в течение года-полутора будет выглядеть черной, а потом начнет проявляться тот синий оттенок снизу и, скорее всего, придется снова работать либо корректором, либо перекрывать. Вот такая это сложная работа. На веках удаляют не все мастера татуаж на веках. В самом начале, 10 лет назад, когда я начинала, даже больше лет уже, 12 назад, очень глубоко и травматично работали. На самом деле, даже у меня такая каша на веках, я, если бы у меня была возможность, удалила бы их все. Но удалять на веках – это больно, это долго. Как мой товарищ и коллега Виталий Микрюков рассказывал в своих видео и мне лично, все-таки не стоит удалять на веках без шильды, потому что все-таки лазерное вот это воздействие на луч сквозь кожу проникает и это очень не полезно глазу. А шильды вставлять умеют не все и вообще удалением на веках, особенно, особенно в межресничке и вот этих всех зонах должен заниматься все-таки, наверное, профессионал, специалист с медицинским образованием, потому что даже, кстати, шильдой можно повредить роговицу и это тоже довольно опасно, в руках не специалиста. И больно. Вот я удаляла кончики век, я когда-то решила почистить свои глаза до чистой кожи и после второго щелчка я плюнула, сказала к чертовой матери, буду перекрывать, не хочу удалять, потому что даже несмотря на то, что я полчаса лежала с анестезией, это все равно было очень больно. Короче, я отвлеклась. Перекрыть можно, но вы должны подготовить клиента всегда, когда вы делаете перекрытие к тому, что это будет сложно, муторно, все равно будет проявляться черный цвет, потому что вы будете работать в разных слоях и так или иначе, ой, не черный, а синий, извините, так или иначе этот синий, он будет всегда там в коже находиться, потому что он гораздо глубже и он уже никогда никуда не уйдет. Поэтому работайте с клиентами, работайте с их возражениями и ожиданиями, что самое важное, потому что через полгода может прийти очень недовольный клиент вашей работы. И работайте максимально поверхностно, чтобы не было вот таких синих стрелок. Следующий вопрос. Заживший теплый каштан. Как думаете, чтобы немного убрать красноту, чем пройтись на коррекции? И мы рассматриваем эту бровь. Есть небольшая теплота. Скорее всего, просто изначально оттенок выбран неправильно. Судя по таким желтоватым волоскам, здесь можно было работать русым, либо даже холодным русым. При условии, что мастер поработал теплым каштаном, довольно-таки неплотно и у него хорошая рука. Я имею в виду, что человек не заглубился, цвет лег достаточно равномерно. Молодец, комплименты мои. Просто оттенок выбран неправильно. Тут, кстати, в уголке видны волосы. Да, тут надо было работать либо просто каштаном, либо даже холодным русым цветом. Ну, при условии, что рука мастера легкая. Как можно подхолодить? Вы можете просто взять каштан и пройтись сверху. Форма здесь приличная. Я бы взяла каштан, еще и сделала небольшую дымку по периметру, чтобы бровь смотрелась интереснее. А то она здесь хорошей формы достаточно, но можно распушить головку, верхнюю границу, создать вот этот мягкий край. А всю середину пройтись обычным каштаном, он даст вот эту некую холодность небольшую, которая вам и была нужна. Пользуйтесь нашим приложением. NE Pigments вы можете скачать наше приложение и оно поможет вам выбрать в зависимости от толщины кожи, от цвета волос на бровях или на волосах, в зависимости от того, какую зону вы выберете, к чему привяжетесь, от нужной степени прокраса и вообще возраста даже клиента. Это приложение поможет вам правильно подобрать оттенок. Но всегда учитывайте, что если у вас тяжелая рука, то вам всегда нужно брать немного более теплый цвет. Если вы понимаете, что все абсолютно цвета заживают у вас тепло, то это значит вам нужно брать холодные оттенки. То есть буквально после 3-5 процедур даже самый начинающий мастер уже понимает, у него рука тяжелая или нет. Но это, кстати, при условии, что мастер не обвиняет все вокруг – машинки, пигменты, носики, погоду клиента в том, что у него что-то идет не так, а разбирается в настоящих причинах. То есть если сильный нажим, то выглядит всегда пигмент холоднее, любой. Поэтому в зависимости от того, какой у вас нажим, какой легкости у вас рука, вы должны подбирать пигменты. И именно для этого в наших пигментах есть теплая и холодная линейка. Поэтому любой цвет, кроме шатена, он единственный самый теплый оттенок, любой цвет есть в двух вариантах – теплый и холодный. Я привязалась во всех цветах к обычным цветам волос, поэтому так и приложение не нужно. Потому что если перед вами сидит клиент с каштановыми волосами, значит ему нужны каштановые брови. Если у него толстая кожа, значит вы берете теплый цвет. Если у вас тяжелая рука, значит вы берете теплый цвет. Если у вас легкая рука, если перед вами тонкая или нормальная кожа, то вы берете нейтральный, то есть прохладный такой оттенок, чтобы правильно все зажило. Поэтому просто смотрите на цвет волос, на толщину кожи. Это два самых главных параметра, которые вам нужно учитывать при выборе краски. А здесь у мастера все хорошо, рука легкая, формы красивые, поэтому просто нужно пройтись сверху каштаном. Ну или если вдруг там яркая брюнетка, то можно пройтись сверху слегка брюнетом, что тоже сделает чуть более холодным оттенок, а в то же время не утяжелит, потому что здесь все хорошо с насыщенностью и с рукой у мастера. Следующий вопрос. О, это трэш. Я знаю уже вопрос. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, девушка хочет коричневую бровь, какой корректор взять? Там в чате мастера написали все правильно, в этом случае никакой корректор не поможет. Если вы мастер, который уважает себя и собирается создавать долгие плодотворные отношения с клиентом, вы не возьмете за такую работу ни за что, потому что это некрасивая форма, она даже, я бы сказала, безобразная. Здесь невозможно создать градиент, головки слишком близко друг к другу сведены, они квадратные. И перекрывать такие брови просто-напросто нельзя. Если бы здесь была хорошая форма, если бы здесь можно было просто работать сверху и дать дымку по периметру, то из наших цветов это мог бы быть рыжий, например, корректор. Он перекрывает отлично серые брови, выводит их в коричневый оттенок, но здесь только удалять. Научитесь общаться с вашими клиентами. Вы профессионал, вы специалист. Вы говорите, нет, это удалять нельзя. Не бойтесь потерять клиента, потому что такие вопросы, как этот, задают обычно начинающие мастера, которые в себе не уверены, которые стремятся как можно больше поработать. Я тоже проходила этот этап и бралась за все абсолютно. Я не верила тем, кто на форуме говорит, нет, нельзя это перекрывать, да что ж ты за дура такая, такие вопросы задаешь. Я бралась и пробовала, потому что клиенты меня вот так вот умоляли. Им всегда нужно было послезавтра ехать в отпуск и быть красивой. И удалять они, конечно, будут, но потом. А сейчас давай перекроем. И я, конечно, пару раз я совершала такую ошибку. И в моем шкафу есть, естественно, скелеты. И теперь я очень уверенный в себе мастер, который ни за что на свете не согласится перекрывать вот такой трэш. Именно потому что красивой формы здесь не будет. Вы просто должны грамотно объяснить, отказать клиенту и отправить его. Если он вас послушает, это ваш клиент, и вы будете сотрудничать с годами. Если это не ваш клиент, и он пойдет где-то сделать процедуру, вам жалеть не о чем. Потому что через буквально пару месяцев он начнет всем рассказывать. И это чаще всего так и бывает. Какой плохой мастер, он сделал вот это со мной. Он не будет этот клиент говорить, что я пришла вот таким трэшаком, а мне просто цвет изменили. Он будет говорить, вот мой мастер, вот Вася Пупкин. И это он со мной сделал. И это будет антисарафан. Особенно, если вы живете в каком-то небольшом городе, где все друг друга знают. Поэтому отказывайте жестко. И вы будете абсолютно правы в этом. Не нужно идти на поводу у клиентов. Так, здесь тоже подобный вопрос. Старый татуаж серо-сиреневый перекрыт русым. Клиентка-блондинка. Каким корректором перекрыть хвосты? Никакой пигмент. Спасибо. Судя по фото и по видео, здесь уже, во-первых, рубец в середине бровей. А с рубцами надо работать прямо аккуратно, осторожно. Во-вторых, здесь несколько цветов. Тут есть какой-то желтоватый, оранжеватый, какой-то голубоватый, серый. Очень много цветов. Такие брови тоже нужно удалять. И чаще всего перекрытие, даже если вы работаете по какой-то тонкой, незначительной форме, которую можно исправить красивой формой, то просто перекрытие цветом, это почти всегда... Ну, вернее, знаете, как я скажу? Я никогда не видела красивых перекрытий, когда неправильный цвет перекрывают правильным цветом, и все это заживает красиво. Нет, почти всегда, через буквально месяц-полтора начинает просвечиваться вот та старая полоса. А чаще всего, когда мастер еще и такие вопросы задает неуверенный мастер, начинающий мастер, а значит, что, скорее всего, он не угадает с глубиной, и это будет как минимум два цвета. И тут девочки поделились такими работами, когда внутри вот эта перекрытая часть, сверху какого-то непонятного цвета коричневая. Короче, в итоге получаются вот эти двух-трехцветные брови, которые в итоге все равно нужно чистить лазером, просто это больше слоев, больше денег потраченных, плюс неизвестно, каким пигментом работает мастер, возможно, какие-то инверсии, потому что это свежая работа, некрасивый цвет какой-то. Короче, отказывайте клиентам, не соглашайтесь, не идите на поводу. Особенно, когда меня умиляют, когда пишут мастера, что это же моя подруга, она ходит вот с этим трешаком, я хочу ей перекрыть. То есть, это значит, что человек опять только что обучился и готов перекрыть своей подруге все, что там у нее есть, то есть испортить ей лицо еще сильнее, потому что формы, почти всегда, которые перекрываются, очень некрасивые, и мастер идет на расширение, чтобы закрасить все эти хвосты, все эти концы. Вот здесь, кстати, второй вопрос тоже. Посоветуйте, пожалуйста, чем лучше перекрыть, от лазера отказалась. То есть, клиенты часто отказываются от лазера, еще и потому, что они боятся это как чего-то такого трешового, что им выжгут там кожу до костей. Объясняйте, давайте, вы должны, кстати, работать либо со своим лазером, либо с каким-то косметологом или каким-то мастером по удалению профессиональным, который не испортит кожу вашему клиенту и который потом вернет вам вашего клиента с максимально почищенной кожей, чтобы вы уже могли перекрыть эту работу. Вы должны иметь у себя, кстати, где-нибудь на планшете, на компьютере работы мастеров по удалению. Вы должны показать, что это не страшно, это практически не больно. Единственное, это бывает иногда долго, потому что зависит это от количества пигментов кожи, от глубины его залегания, от самой краски, которым сделан татуаж был до вас. Вы должны показать, как красиво можно изменить, какую форму вы можете сделать потом, в дальнейшем, но только сначала нужно удалить и не браться за перекрытие вот таких вот тяжелых серых глухих оттенков. Кстати, вот такой серый цвет удаляется обычно очень хорошо и сразу становится теплым, и теплый светло-коричневый оттенок уже перекрыть довольно легко. По себе знаю. Это выглядит, как очень старый такой перманентный макияж, которому лет 5 как минимум, и удаляется обычно отлично. А когда клиент категорично отказывается, говорит, нет, я не буду удалять лазером, перекрывайте, вы что ли, не специалист, вы должны донести и отправить его, и не браться за эту работу, потому что почти всегда это получается трешак. О, какая прелесть. Здравствуйте, мастера. Подскажите, пожалуйста, каким пигментом тут можно поработать? Обратилась клиентка со сложными губами, нужен контур и минимальная растушевка, чтобы не выделить пятно. Клиентка сказала, что это пятнышко вена с рождения, но после родов стало чуть больше. Но какой смелости должен быть мастер, чтобы браться за такую работу, я даже не знаю. Я думаю, тут правы девочки, когда отправляют к сосудистому хирургу своего клиента, потому что нельзя работать с такими вещами, вы не можете брать на себя такую ответственность, вы должны уже, возможно, по рубцу поработать, когда это удалят. Красивее тут точно не сделаешь. Тут мастер решил пойти таким очень простым путем и поработать прямо только по контуру, но на самом деле придется залезать на эти пятна все равно. Только по контуру пройтись не получится. Это не будет красиво, потому что, чтобы пройтись только по контуру, нужно идеально подобрать в цвет губ краску и идеально все прокрасить, но все равно вам нужно будет заходить на середину губы. Я бы не стала браться ни в коем случае и отправила бы к доктору, совершенно согласно с мастерами из чата, которые тоже отправили мастера к доктору. Так, здравствуйте, подскажите пигменты NE, через какое время удалять лазером можно? Вы должны понимать, что наши гибридные пигменты это гибриды, это минералы плюс органические компоненты, которые придают оттенок. Черный цвет в гибридах это сажа, то есть это карбон-блэк. Карбон-блэк удаляется молниеносно, вообще просто в дымку. Не то, что в дымку, а я также разговаривала с Виталиком, на самом деле он просто испаряется от воздействия лазера и уходит почти в ноль моментально. Но это, конечно, тоже зависит от количества его. Черную стрелку, сделанную карбон-блэком, удалить тоже нужно долгое время потратить. А вот брови, например, в которых черного цвета не так уж много, там много еще красного, там оксид железа также есть, есть оранжевые какие-то или желтые органические цвета. Вы, если сразу после, буквально, процедуры, в течение месяца, двух-трех будете удалять черный цвет, уйдет, останется только теплые компоненты. В нашем случае обычно они удаляются через такой, знаете, ржаво-медный цвет. Но есть оттенки, которые, например, теплый каштан, он будет удаляться через очень теплый цвет. То есть это не оранжевая морковка, но это очень теплый цвет, с которым мне очень приятно ходить к ленту. Поэтому я рекомендую вам удалять на большом расстоянии, рассеянной вспышкой. Если вам прям вот горит, удалять сразу после процедуры, в течение месяца-двух. Через полгода-год удаляются уже гораздо проще цвета, потому что они меняются в коже со временем, потому что черный проваливается чуть глубже, возможно. Плюс сами теплые оттенки становятся прохладнее. И через полгода, через год цвета удаляются уже практически без инверсии. То есть они становятся какими-то такими русыми, светлыми и вообще абсолютно съедобными. Но в самом начале, если вы удаляете через месяц, через два, возможно инверсия прям в теплый оттенок. Поэтому удаляйте лучше рассеянной вспышкой на большом расстоянии. Это будет дольше. Но вашему клиенту будет комфортнее жить с этими бровями. Я вам рекомендую не начинать работать с клиентами, если вы не уверены в своих формах. То есть я понимаю, что мастер может заглубиться. Форма красивая, но он, допустим, сделал ошибку в глубине. И это вообще легко делается. То есть если у вас какие-то темные пятна на брови, вы закрываете всю бровь, оставляете только пятно, щелкаете рассеянной вспышкой, и пятно холодное приобретает цвет, как и вся бровь. Все довольны, ваш клиент тоже доволен, и это минимальная работа. И если вы делаете такие формы, которые вашему клиенту хочется удалить, это значит, что вы еще очень слабый мастер. Это значит, что вам нужно еще очень много тренироваться. В описании к этому видео будет ссылка на нашу онлайн-академию, в которой вы можете совершенно бесплатно потренироваться. Также вы можете тренироваться на распечатанных лицах знаменитостей. Не знаю, ссылка будет, что-то уже много ссылок. Давайте, ссылка будет в описании к этому видео. То есть, знаменитости без бровей, на которых вы рисуете красивые симметричные формы. Пока они не станут у вас в лед получаться идеальными, без всяких линеек, вам рано работать с клиентами. Вот прям не обижайтесь, но форма наша все. Потому что вы можете поработать с корректором, вы можете слегка осветлить лазером, но когда клиент требует удалить все брови буквально через месяц, это значит, что вы плохой мастер. И вам нужно очень много тренироваться. Вот, опять я очень пространно ответила на вопрос. Короче, удалять можно, но рассеянной вспышкой на большом расстоянии. А еще лучше не делать таких ошибок, когда вам нужно удалять очень, вообще, большие площади свежих бровей. Кстати, сейчас я говорила про гибриды. Здесь тоже пишут про пигменты НЕ, но у нас же есть еще и минералы. И, кстати, это идеальный вариант для начинающих мастеров. Наши минералы имеют максимальную концентрацию. То есть, почему я когда-то была против минералов? Потому что такое ощущение, что... Ну, допустим, был пигмент Face and Body. Я точно помню, старые мастера, наверное, тоже его помнят. Он был весь какой-то разбеленный. Такое ощущение, что там было очень много белил, и ложился он крайне плохо, и заживали все цвета очень светлыми. Был пигмент Дерма. По-моему, это тоже был минерал, потому что, я помню, вода отбивалась очень сильно у него. Тоже ложился очень плохо. Такое ощущение, что там самой краски, самого красивого вещества было, ну, прям очень мало. Там было вот столько воды, вот столько краски. В наших пигментах, вот я участвовала во всех абсолютно этапах создания пигментов. Вместе с нашим химиком я торчала на работе, создавала цвета, смотрела, как мешается. Все от и до прошло. И моя задача была основная к нашему химику, чтобы это были максимально кроющие, красящие, с максимально большой концентрацией именно красящего вещества пигменты. Мы создали их. То есть, вот дальше уже просто будет ложка стоять, потому что, ну, минералы, они имеют такой прям объем. То есть, они становятся прям густыми, и работать ими становится невозможно. В наших минералах нет вообще ни капли, никаких белых оттенков. То есть, там, диоксида титана нет вообще. Поэтому они максимально темные, максимально кроющие. И поэтому новички-мастера могут начинать ими работать. Ими также легко работать, как и гибридами. Но если вы совершите ошибку, не будет никакой инверсии цвета. Кстати, вот у меня здесь лежат дощечки. Обратите внимание, мы отправляли на исследование. Вот их сейчас должно быть очень хорошо видно. Вот это 100 часов облучения ультрафиолетом. Это равно 3 годам солнечного облучения. А вот это уже смешанная камера. Здесь ксеноновое облучение. Здесь очень показательно видно. Смотрите. Вот это нетронутая часть. Вот это уже сожженное практически. То есть, это тоже 100 часов облучения ксеноном. Посмотрите, как поменялся цвет. То есть, он просто незначительно посветлел и очень-очень незначительно потеплел. Но, как рассказывал мне наш химик, и у нас будет об этом обязательно вебинар. Вот эта незначительная теплота, она невозможна в коже. Почему она здесь образовалась? Потому что молекула желтого цвета, она под воздействием солнечного излучения. Что там с ней происходит, точнее расскажет химик. Но она становится красной. И именно из-за этого раньше минералы краснели. Именно из-за этого я перестала работать минералами. Когда-то я перешла полностью на гибриды. Все наши студии, все наши мастера работали несколько, много лет на гибридах. Но теперь, когда я сама участвовала в создании минералов, мы создали такие цвета, которые не покраснеют. Это, кстати, 100 часов вот такого облучения, вот такого, понимаете, сжигания. Это равносильно 3 годам облучения на юге России, солнца активного. Поэтому вы должны понимать, что вот этот страх, он тоже уже все, выкидываем его, брови не покраснеют. И вот здесь вот я прошлась, прощелкала лазером. Вы видите, никакой инверсии. Я, кстати, сниму обязательно отдельное видео на работу, поеду, сниму, как удаляются наши пигменты. Я снимала, выкладывала в сториз, но не выложила в ютуб и в ленте. Так вот, инверсии в красный нету. Поэтому абсолютно безопасно работать минералами, новичкам и обучающим мастерам, которые потом будут расхлебывать после того, как их студенты уедут. Проблемы с моделями, которым нужно что-то удалять. А у них брови после удаления, возможно, станут какими-то рыжими, оранжевыми. И это никому не нравится. Поэтому покупайте минералы. Если вы не уверенный мастер, они заживают очень мягко, ложатся быстро, заживают насыщенными цветами. И удаляются, как вы понимаете, совершенно без проблем, просто светлее. Поэтому очень вам рекомендую. Так, едем дальше. Подскажите, большая ли вероятность, что эти брови при заживлении будут краснить? Работала теплым каштаном фото сразу после процедуры. Здесь у меня сразу вопросы к мастеру. Почему он выбрал теплый каштан при таких черных волосках? То есть здесь же, очевидно, нужен брюнет. Если такие черные волосы на бровях, темные глаза, темные ресницы такие, то 100% волосы очень темные. То есть перед нами брюнетка. Если перед вами клиент брюнет, почему вы берете каштан? Я так старалась, называя наши пигменты говорящими именами. Ну ладно. Здесь еще на свежей работе уже видна теплота. Вы должны понимать, что теплые цвета, положенные поверхностно и полупрозрачно, заживут теплым оттенком. Поэтому да, здесь даже на свежей работе видно, что пигмент лежит очень прозрачно. И ну знаете что? На второй фотографии я, например, вижу, что скорее всего там вообще останется такая легкая дымка, которая погоды вообще не сделает. Поэтому ничего тут страшного не будет. Просто на коррекции нужно взять либо каштан, потому что он без вот такой красноты. А если вы работаете вот так прозрачно и поверхностно, вам нужно взять брюнет. Потому что ваш клиент никогда не будет доволен насыщенностью и цветом, который вы положили при вот таких черных волосках. Моя рекомендация прокрашивать плотно. Плотно это не значит глубоко. Плотно это значит, что штрихи лежат один на другом практически и вы не заглубляетесь. И если вы берете теплые оттенки, то вы должны работать всегда плотно. Максимум какая-то небольшая дымка, она не уйдет в оранжевый цвет по периметру. Просто вы же не можете оставлять четкую линию. Поэтому всегда теплыми оттенками вы должны работать максимально плотно. А если вам нужна какая-то прозрачность, то вы берете тогда прохладные оттенки, нейтральные я бы сказала. Но в таком случае, как здесь, когда яркий пучок на брови и пустой хвост, вы должны работать плотно. А это значит, что если перед вами толстая кожа, например, и у вас тяжелая рука, вы можете в принципе взять теплый оттенок, но не класть его вот так прозрачно, как здесь на этой фотографии. Ну просто потому что возьмите любой цвет и положите его прям пятном ярким. И второй вариант, это когда вы его разбавите там один к десяти и положите его прозрачно. Даже на бумаге будет видно, что прозрачно лежит, он выглядит каким-то красноватым, красновато-оранжеватым, потому что он размазан и очень светло лежит, полупрозрачно. А насыщенная часть будет выглядеть яркой, темной. То же самое с бровями. То же самое абсолютно. Просто работайте более плотно, теплыми оттенками. И будет вам счастье. Такой вопрос. Есть ли какая-то особенность в работе с губами, в которых много препарата? Я часто работала с губами, в которых много гиалуронки. Вы должны понимать, сейчас очень многие увеличивают губы. Иногда это доходит до маразма. Они раздуты, как шарики. Из-за этого они теряют свой цвет, они теряют форму. Нормальный косметолог никогда такого не сделает. Он остановит своего клиента. Но все-таки таких клиентов много. Особенности. Наверное, самая мешающая особенность, это то, что такие губы почти всегда оттекают просто вообще вот в такой безобразный, огромный пельмень. Поэтому работать старайтесь максимально по контуру, по периметру. Прокрашивайте вот эту всю часть. А к слизистой подходите в конце. Потому что, как только вы начнете прокрашивать туда ближе к слизистой, губы раздует вообще моментально и очень сильно. Это ничего страшного. Так бывает. Если вы работаете легко, то на таких губах работать даже удобно. Их не нужно натягивать. Натягивать на них, как на шарики надутом. Вы просто рисуете и все. Но если вы работаете травматично, то такие губы будут оттекать очень сильно. И да, нужно сначала красиво зафиксировать контур именно, чтобы вы ни в коем случае потом не выскочили никуда. И отек минимизировать тем, что работает такими гладящими движениями и у слизистой в самом конце процедуры. Ну и возможно пригласить клиента на следующий день, когда отек спадет для фотографии, если он придет. Потому что в день процедуры губы будут не для фотографирования. По заживлению никаких особенностей нету. Потому что гель лежит всегда гораздо глубже, чем вы работаете. И никак не влияет на пигмент, который вы в кожу внесли. Если вы внесли его правильно. Ну и вот в такой последовательности, как я рассказала. В принципе, это нормальная последовательность. Почти все мастера начинают от контура и продвигаются к слизистой. Просто я имею в виду, что вы начинаете от контура и продвигаетесь к слизистой. И вот где-то в видимой части губы останавливаетесь. То есть туда вглубь не проходите. Это делаете в самом конце. И когда вы все губы прокрасите, потом подвыворачиваете и уже прокрашиваете место, где слизистая. Тогда вы минимизируете отек. Следующий вопрос. Всем привет. Оцените, пожалуйста, работы. Обе они сделаны теплым каштаном. Оценить всегда просят начинающие мастера. Ничего плохого в этом нет. Если критика и оценка будет адекватная, если они не погасят энтузиазму мастера. Берем первую женщину. Очень сложное лицо. Чаще всего начинающим мастерам сложно найти каких-то красоток, моделей. Потому что они всегда хотят уже хорошую процедуру и готовы за это платить. А идут либо модели, либо недорогие клиенты, которые не могут себе позволить косметолога, не могут себе позволить чистку кожи и какой-то уход за собой. Я не говорю сейчас, что это конкретно вот эти люди, о которых я говорю. Я говорю просто, что в самом начале обычно самые сложные кожи, самые сложные клиенты. Именно с точки зрения эстетики. Что я вижу здесь? Пигмент выбран в принципе правильно. Теплый каштан. Волосы очень теплые. Кожа толстая. Поэтому теплый цвет выбираем, как вы помните. Но я бы сказала, что у этого мастера есть большой потенциал. Потому что если это новичок, который спрашивает совета, то есть очень незначительные нарушения в головках. Одна немножко дальше от центра, чем вторая. Но очень незначительные. В принципе, очень хорошо выведены головки. Они на одном уровне. Единственное, что у клиента с такими нависшими веками, я бы не стала делать такие горизонтальные и тяжелые брови. Я бы их сделала более изогнутыми. И как раз это позволило бы нам обойти вот эту родинку, которая очень мешает. Но которую мастер тут даже закрасил. Кстати, это очень неправильно. Потому что родинку закрашивать не стоит. Ее нужно обойти и оставить минимум миллиметр вокруг. Если родинка прямо в зоне бровей, вы понимаете, что у вашего клиента нормально с финансами, то вы можете отправить его на удаление этой родинки. Он походит буквально 2-3 месяца после удаления. Все заживет. И вы уже сможете сделать... Ну, может, не 2-3 месяца. Сколько доктор скажет. Ладно. Я не знаю, сколько после удаления родинок нужно кожи, чтобы восстановиться полностью для татуажа. Но тогда вы сможете сделать идеальную форму. Тогда вы сможете сделать брови симметричными. И не оставлять вот эти вот какие-то полукруги там, где родинка. Работать по родинке категорически нельзя. Это очень плохо то, что здесь сделала мастер. Очевидно, что это новичок. Она закрасила родинку. Сделала такими горизонтальными низкими брови. Понятно, что они посветлеют. Но при достаточно симметричной форме, ну, вот эта бровь гораздо толще. Причем она почему-то сделала ее толще поверху. Первое, что нужно вам делать, уважаемый мастер, не знаю, как вас зовут. Это вот так вот просто брать голову клиента, поворачивать ее прямо на себя и выпрямлять ее, чтобы глаза по горизонтали были, ну, к чему привязаться. То есть, когда клиент сидит вот таким образом, вы так и рисуете, вы так фотографируете, и у вас получаются несимметричные чаще всего брови. Но, повторюсь, у этого мастера я вижу большой потенциал. Потому что, ну, для первых работ достаточно симметричные, равномерно прокрашенные брови, воздушные. То есть, я не вижу заглубления, особенных проблем не вижу, кроме того, что залезли на родинку и, как бы, слишком сильно опустили, сделали веко еще более таким нависающим. Так, следующая женщина у нас с прекрасными дугообразными бровями, которые она когда-то выщипала и которые так и не отросли. Что я вижу? Ну, мастер попыталась создать правильную форму, выровняла нижнюю линию. Единственное, что оценить симметрию и в общем форму по отношению к лицу, потому что, возможно, когда человек повернет голову прямо, бровь окажется слишком короткой из-за надбровной дуги или еще что-то. И симметрию оценить, в принципе, невозможно, когда вы сфоткали клиента в три четверти. Поэтому, если хотите оценки, присылайте фотографии клиентов абсолютно прямо, до-после, чтобы были одинаковые ракурсы, и тогда вам помогут, если вы хотите действительно помощи. По прокрасу, здесь тоже достаточно, посмотрите, какая толстая кожа, какие расширены поры. Я ожидаю у этого клиента маленький остаток и более теплого цвета, чем хотелось бы. Потому что, ну, уложена достаточно поверхностно, и кожа толстая, она, скорее всего, выкинет из себя много цвета, и останется легкая дымка светлого цвета. Поэтому здесь нужно было укладывать гораздо плотнее пигмент, чтобы он выглядел, во-первых, другого цвета, то есть он выглядит светлее и теплее, чем должен. Потому что теплые цвета, напоминаю, мы укладываем всегда плотно. В нашей линейке есть теплый каштан и холодный каштан. Если вам нужна дымка, тогда вы берете каштан обычный, холодный, нейтральный оттенок. А если вам нужен плотный прокрас, когда вы меняете форму или ваших бровей, у клиента вашего, пучки на бровях, которые дымкой невозможно сравнять по насыщенности с основной бровью, тогда вы должны прокрашивать плотно, только плотно, и тогда это теплые оттенки, особенно на толстой коже. Еще раз объясню почему. Потому что при работе долго, чтобы закрасить плотно, мастер разрушает кожу так или иначе и уходит глубже, чем собирался. Все равно уходит всегда чуть глубже. Именно поэтому оттенки для плотного прокраса, они теплее, чем для теневых техник. Вот в этом случае мастер правильно выбрала цвет, потому что на такой толстой коже нужно работать плотно. То есть теплый каштан, к этим волосам даже подошел бы шатен, потому что такие теплые волоски на бровях, и шатен это такой медный, красивый, коричневый, без красноты оттенок для волосков и для плотной работы. Так как кожа здесь толстая, изменение формы яркое, пустого места закрашенного будет много, работать нужно плотно, цвет выбран правильно, но уложен немного неправильно, потому что из-за толстой кожи остаток будет маленький и слишком светлый. Но опять повторюсь, мастер спрашивает совета, значит это новичок. И для первых работ это очень хорошо. Никаких заглублений, достаточно приличные формы, достаточно симметричные. Единственное, есть ошибки, о которых я сказала, и которые обязательно запомните и не повторяйте. Вот тут еще один хороший вопрос у меня. Девочка сделала перманент два месяца назад у какого-то мастера. Не пойму такие синяки на верхнем, ну короче, и сверху, и снизу, на углах, как они могут оставаться так долго. Или это такие заглубления. Я первый раз вижу такое, можете подсказать, как это исправить. Я встречала такое после студентов, после своих мастеров, которые у меня учились, когда они работали слишком травматично. То есть это от сильного нажима. Скорее всего, во время процедуры было очень больно, был сильный отек. И вот эти вот синяки, которые выглядят как синяки, это просто видоизмененный цвет, который взяли на губы. Как вы помните, что на бровях коричневые оттенки становятся сизыми, фиолетовыми, а на губах розовые оттенки становятся коричневыми, такими сизо-коричневыми, вот такими примерно, как здесь. И это только удалять лазером. Причем ремувером я бы не стала лезть. Хотя, знаете, надо пробовать. Если вы удаляете лазером, то нужно попробовать, если это минералы, хотя я уже давно не встречала губные минералы, они могут уйти через глухо-серый асфальтовый свет. И это еще хуже, чем было. И это на год, как минимум, удаление постоянных раз в месяц. Поэтому пробный щелчок в уголке, где-нибудь в невиданном месте, если нет инверсии в серый, значит, можно удалять. И удаляться будет хорошо. То есть несколько процедур, 3-5 процедур. То есть зависит опять от глубины залегания пигмента, от количества его там. Видите, кое-где тут есть розовые остатки цвета. А по контуру и по верхней губы пятнами идет тупо заглубленный розовый цвет, который стал выглядеть из-за эффекта тиндаля, о котором я говорю постоянно в своей колористике. И ссылка на него будет обязательно где-то здесь. Из-за эффекта тиндаля выглядит вот таким вот грязно, каким-то сизо-коричневым. Поэтому напоминаю, тренируйтесь. Исчертите огромное количество латекса для того, чтобы не заглубляться, чтобы ваш штрих был стабильным. Пробуйте вот эти вот вещи, когда ты одеваешь перчатку и прокрашиваешь перчатку, но отворачиваешь и рука у тебя не прокрашена. Это поможет вам научиться контролировать нажим на себе же. Зачем себе руку портить и раскрашивать, правильно? То есть на себе вы почувствуете, какой примерно должен быть нажим. Вот с таким нажимом даже легче вы должны работать на клиентах. Поэтому много-много тренировок. Не совершать таких ошибок. Ну и для тех, кто впервые столкнулся с таким безумием, вы должны понимать, что эффект тиндаля, физика, цвета, чем лежат глубже, тем больше искажаются и выглядят все более холодными, синюшными, коричнево-синими. Ну, зависит от изначального оттенка. Хотела уже закругляться, но у меня тут еще один хороший вопрос. Добрый день. Каким цветом лучше перекрыть такие брови? И что мы видим? У нас такое ощущение, что это желтый даже с белилами цвет, отдающий зеленцой. И я знаю пигменты, которые оставляют такие цвета, не будем их называть, но вот такой желтый-желто-зеленый оттенок, он уже практически не виден лазеру. Если только это какой-то пикашур с опытным специалистом, либо ремувер. То есть, если есть возможность удалять, я бы доудаляла. Но если такой возможности нет, то тоже опять вы, когда просите совета и присылаете фото, но сфотографируйте вашего клиента идеально, прямо. Потому что здесь кажется, что можно перекрыть. Но не факт, потому что, возможно, очень сильно сведены головки вот сюда, переносится и перекрыть красиво это не получится. Если фото передает цвет некачественно, потому что каждый телефон искажает, если там есть желто-зеленый оттенок, тогда вам нужно сначала пройтись корректором, например, нашим рыжим цветом. Вот в этом случае я бы взяла его, чтобы просто, если там есть зеленца, нейтрализовать вот этот зеленый оттенок и вывести в светло-коричневый цвет брови. Если это просто желтый цвет, без всяких оттенков, без всяких оттенков салатового или зеленого, тогда вы можете просто брать любой цвет и перекрывать, если эта форма перекрываема красивой новой формой. Потому что этот цвет практически ни на что влиять не будет. Желтый достаточно безопасный при перекрытии. Даже если где-то кончик будет торчать, его будет почти не видно на фоне основной брови. Тем более, что здесь темные волосы и, скорее всего, будет взят темный цвет типа брюнета нашего. Что-то у меня здесь такое ощущение, что очень сюда сведены вот эти вот головки. Иногда мастера делают перекрытие и уже потом вот здесь вот эти кончики торчащие удаляют ремувером в течение нескольких процедур. Но я вижу, что человек какое-то время, скорее всего, уже удалял эти брови. И если есть возможность доудалять, то лучше доудалять. Либо ремувером пройтись по каким-то местам, которые не видят лазер. То, что все цвета, приближенные по цвету к цвету кожи, лазер уже почти не видит. Даже пикошур на самом деле не видит. А перекрывать, если здесь нет зеленцы, почти любым цветом вы можете. Он ляжет отлично, закроет отлично. Ох, я много сегодня наговорила. Я надеюсь, вы досмотрели это видео до конца. Я могу это проверить потом. И если понравилось, давайте пишите в комментариях. Потому что это для меня очень важно. Это как бы новая рубрика для меня. И я не знаю, как она пойдет. И мне нужна отдача и обратная связь для того, чтобы я делала это постоянно. Всем спасибо тем, кто досидел со мной до конца. Всем пока!